огромный огромный всем привет сегодня 7 февраля и на улице настолько классная погода такое ощущение что вернулась уже лето температура вот я даже себе выписала ожидалось 16 градусов на самом деле онлайн показывают в нашем поселке 22 градуса но я вам могу сказать что ощущение как будто все 30 градусов очень такой легкий легкий не холодный абсолютно ветерок но вот как лето в россии средней полосе хотя еще у нас будет небольшое похолодание через неделю наверное и сегодня я вам записываю видео такой как влог влог сегодня правда не записала не показала что я делала но немножко вам просто расскажу я встала в семь утра выпила чашечку кофе и сегодня поскольку у нас день уборки дома по графику то я имела всего там утром пару часиков чтобы посидеть в компьютере и потом обычно когда приходят сэнди наши домработницы обычно я ухожу чтобы ей не мешайте чтобы просто она чувствовала себя здесь как-то более спокойно то что она сама боится мешать вот ну я или ухожу куда-нибудь на прогулку на длительную могу город поехать там в тихачипе могу пойти в спортзал в сауну в общем или во дворе вот чем-то таким занимаюсь но лишь бы в доме ей не мешать и вот пока она еще не пришла пару часиков я думаю поищу дело в том что дело в том что через три месяца в июне до или через четыре месяца почти мы собираемся лететь с моим мужем в россию моя дочь заканчивает 10 11 класс и мы летим на ее выпускной ну и поскольку поездка такая дальняя мы решили заодно и посмотреть что нибудь там в европе еще и выбрали мы англию муж мы правда уже был в англии бывал но он горит он много там ничего так особо не видел и это было очень очень давно поэтому наш выбор вот мы остановились на англии и их уже третий день подряд я поскольку он сейчас занят в течение недели конечно выходные у него будет время посмотреть но сейчас пока что он очень занят поэтому я занимаюсь поиском гостиницы нам нужно пять дней четыре ночи вот и начала я поиск вот три дня назад первые гостиницы которые я посмотрела и мы смотрим только центр лондона я посмотрела в центре лондона там районы такие вот челси это очень дорогой район там вообще за вот эти пять дней там стоимость где-то 35 тысяч долларов ну я думаю нет зачем нам такое там можно немножко дешевле найти тоже будет классно и здорово вот потом написали тут у моего мужа есть знакомые которые были в англии и вот они нам написали целое письмо с рекомендациями где лучше поселиться где куда ходить что смотреть и в общем то самая такая большая рекомендация это был район господи когда надо тогда я обязательно забываю чепилд наверное называется чепилд это тоже центр лондона но этот район находится скажем так северо-запад центра лондона центра лондона это вот самый самый такой район интересный там не только много ресторанчиков магазинчиков но также там музыкальных много как сказать концертиков таких вот вечером что можно там развлечений много много интересных развлечений и стоимость такая вот приемлемая вполне приемлемая стоимость и вот я я значит три дня назад я стала выбирать сначала я весь центр лондона и смотрела я за эти пять дней ну примерная стоимость 1000 долларов вот отобрала там несколько гостиниц которые мне показались так ну но более-менее мое условие было чтобы комната была не меньше 20 метров квадратных потому что я маленькие комнаты не могу этом задыхаюсь мне нужно чтобы объем воздуха был достаточный вот максимально большая кровать желательно конечно кинг-сайз но в англии это проблема такую кровать найти там можно можно найти но в основном там идет queen-size у нас вот дома кстати кровати тоже queen-size вот ну приличные чтобы душ был обязательно что еще кресла ну и чтобы это был отель вот отобрала я показала вечером мужу муж посмотрел говорит нет давай посмотри что-то подороже и посмотри вот ближе к этому району который нам посоветовал вот этот друг ладно на следующий день я там пересмотрела опять я смотрела на букин точка ком посмотрела опять выбрала показала ему уже полторы тысячи долларов и он посмотрел посмотрел горит ну неплохие номера ну давай горит и ты горит не смотри на цены не смотри на цены а смотри просто чтобы это был в лучшем случае идеальный вообще вариант когда это двухкомнатный номер либо номер 30 метров квадратных или 40 очень большой такой вот номер желательно большая кровать и чтобы выглядел этот номер знаете такой как люкс или вот еще их называют бутик-отель то есть ну выглядело это все вот заходишь и у тебя знаете так настроение аж поднимается что на высшем уровне все вот я думаю ну ладно но опять я стала смотреть я уже до трех тысяч долларов смотрела и все таки я я нашла именно в этом районе хороших несколько отелей вот но но цена приблизительно за хороший очень номер ну в районе двух тысяч долларов пять дней четыре ночи для американцев это эта цена я вам могу сказать не очень дорого это нормальная такая средняя цена средний американец вполне себе может это позволить вот почему мой муж такой номер хотел побольше попросторнее обязательно чтобы было пространство вот кровать да и чтобы еще свободное было большое пространство кресло вот желательно чтобы были стол рабочий обязательно потому что когда мы будем находиться там в европе вот в англии да здесь в калифорнии будет день а у нас там будет ночь и здесь будет во всю эти рабочий день и мой муж ночью ночью чтобы меня не беспокоить вот он хочет чтобы это было немножко так подальше он сидел потому что ему наверняка придется пару часиков ночью то работать контролировать здесь свой бизнес вот вот какой отель мы нашли где мы будем останавливаться я покажу уже летом когда мы туда полетим пока что мы занимаемся вот бронированием и сегодня сегодня я как раз нашла уже самые такие идеальные варианты я уже пересмотрела все что предлагает booking.com вот что еще хочу сказать и заодно заодно я смотрела поскольку мы прилетим потом в россию муж мой уже получил визу в россию ему ее просто продлили у него была виза и теперь ему еще на следующие три года продлили и он никуда не ездил он просто отослал документы и ему уже паспорт его с визой прислали обратно я занимаюсь сейчас английской визой визой в понедельник мы планируем поехать я должна сдать биометрику на английскую визу мы все заполнили онлайн оплатили мы онлайн вот нужно сдать биометрику так и заодно то я еще и посматриваю поскольку мы летим в россию но муж мой вот мы пять дней будем в англии 3-4 дня он побудет с нами в россии недолго и он вернется обратно потому что бизнес работа я остаюсь в россии ждать пока все документы мы будем проставлять апостиль делать легализацию документов вот для маши все необходимые документы для нее то есть об образовании потому что потом когда она сюда уже переедет вот этим летом я ее забираю она пойдет здесь в колледж учиться и вот эти все документы нам потребуется сколько это займет времени в россии я не знаю там от пяти рабочих дней на официальном сайте написано и по-моему до чуть ли не не месяца процесс ожиданий ну посмотрим как быстро они сделают и если быстро сделают значит мы собираемся все собираем с машей и полетим в европу с ней на две недели это такой подарок ей по окончанию школы и я посматривала там тоже вот заодно ну в европе то мы найдем что посмотреть а я сейчас пока ищу курорт я хочу теплое средиземное море это будет июль месяц я просто хочу поплавать в теплом море в чистом и и вот посматриваю там где остановиться пока что я посмотрела нашла очень приличный отель в албании город ксамиль там идет перелет на корфу и с корфу уже на корабле там или на пароме не знаю переплываешь ксамиль хороший отель нашла и заодно решила посмотреть корфу это уже греция может быть у маши какие-то будут идеи а может быть вы кто вот летал средиземное море на курорт но мне нужен такой знаете не дешевый скажем мне нужно чтобы качественное все было не очень много людей желательно ну так вот уровень немножко выше среднего вот если есть у вас хорошие рекомендации напишите пожалуйста дальше 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 вот два часа потом пришла сэнди она начала уборку а я ушла гулять ушла я здесь у нас я уже показывала у нас здесь есть два озера но потом еще как нибудь еще вам сниму даже три озера небольших и озера эти искусственные в америке называют искусственные озера мэн-мэйд и там у нас есть это в долине в нашей такая вот есть классная очень дорожка она посыпана гравием и какое-то такое расстояние вот как вам сказать ну наверное 500 метров такая вот вокруг идет поле поле наверное гектаров 10 и вот вокруг этого поля идет такая классная дорожка это специальная такая дорожка для прогулок для выгула собак там все приспособления для выгула собак есть лошадям нельзя там ходить для лошадей там отдельные тропы есть вот я пошла я там не только походил я там еще и побегала я знаете я в детстве вообще терпеть не могла бегать когда вот сейчас осознание пришло как быстрой и без проблем похудеть вот бег трусцой самый-самый классный вариант вот а еще то с чего я начала мой день я утром вчера я выложила видео называется видео про блоги и про блогерство и блогеров спасибо ольге брукман вот и утром я открыла почитала ваши комментарии ребята я чуть не плакала девочки огромное вам спасибо вы не представляете вы настолько меня вдохновили и мне хочется и хочется делиться с вами хочется показывать мою жизнь вокруг что здесь происходит какая классная может быть жизнь вот огромное огромное спасибо каждой из вас вы меня просто знаете у меня прямо крылья выросли от ваших теплых теплых и очень неприятных комментариев дальше дальше я вернулась я наверно два часа вот у меня ушло на эту прогулку пробежку потом я вернулась вот сходила в душ и сегодня у меня пятница а по пятницам у меня двухчасовые уроки английского но еще восемь утра позвонила моя учительница даниэла и сказала что она заболела у нас здесь гуляет вирус какой-то вирус гуляет мы с мужем два раза болели такое просто острое вирусное заболевание начинается знаете с неба нос закладывает потом все опускается горло горло и на бронхи идет и потом кашель даже вот предыдущее видео с инной это я первый раз переболела и у меня уже такой остаточный был кашель тяжеловато я тогда еще говорила вот но мы сын и вот как раз делали видео когда в перерывах между тем вот как я болела а сейчас сейчас я собираюсь ехать в город и хачипе я там прогуляюсь по магазинам тоже коротенькие такие сделаю для вас вставочки в это видео я хочу купить краску для волос у меня уже волосы мои отросли пару сантиметров и я хочу в какой-нибудь светлый тон покрасить купим с вами краску для волос и купим с вами у меня проснулись тюльпаны в больших горшках я обнаружила что белки настолько голодные у нас в этом году практически нет желудей вот на этих дубах которые окружают наш дом и белки настолько голодные они стали мне подгрызать мои тюльпаны я боюсь чтобы они мне его их не съели купим такую опрыскиватель специальный который от запах отпугивает белок вот потом тоже все это поставлю вам нарезочку такую мы поедем с мужем там же в тх чипе поужинаем в ресторанчике и сегодня вечером я вам покажу с кем мы проводим пятницу каждый вечер практически это замечательные люди это старички и старушки с которыми мы играем в бридж все они пенсионного возраста это пенсионеры все они очень хорошо образованные и самому старшему 93 года зовут его л я вам его покажу он должен быть сегодня он до сих пор играет вот в бридж он почти каждый день играет в гольф жена и жене еще нет 90 лет но уже тоже она близко к этому возрасту они очень активны они очень позитивны он был директором старшей школы она была учителем старшей школы и они живут тоже в нашем поселке они правда живут в долине там пониже мы немножечко немножечко наша улица на небольшой горке находится вот и они до сих пор оба водят машину год назад они по правилам калифорнии пересдавали на права потому что в таком возрасте уже не все люди могут водить машину но но они подтвердили что у них еще ясный ум хорошее зрение и хороший слух вот так что играть мы будем с 8 с 6 30 до 9 30 вечера примерно и приедем домой потом спать ляжем так что едем в город их приехали в магазин волнарт я здесь хочу краску для волос посмотреть но вернее я приехала и вы со мной вместе и вот тележки маленькие удобные есть большие тележки магазин этот у нас год уже работает год назад его построили так что сейчас заходим арбузы здесь вот вход здесь я вошла и вам просто показываю вот начинается все примерно одинаково много зелени овощей и фруктов так здесь вот одежда в начале а мы пойдем туда где косметика купальны и всякие принадлежности неоновые какие-то расцветки магазин очень-очень популярны и здесь вот аптека фармасе посуда пошла так нам сюда за аптекой а где-то здесь здесь зубные сначала идут потом идет для волос посмотрим здесь крема для душа все для душа шапочки сеточки так 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 вот здесь краска луреаль я хочу луреал и видите на верхних этажах темные более популярные и блондинки все внизу так я хочу цвет вот мой цвет вот этот я беру называется он golden blonde это мой любимый цвет так что все его берем я думаю мне хватит одной тут много всего интересного как-нибудь вам покажу сейчас задерживаться не буду муж ждет меня в ресторан поедем сейчас на кассе самообслуживание проведем все быстренько так вот здесь у нас кассы все выключаю пока камер вот мы приехали денежки положить вот это банкомат так я сначала вставляю карту теперь я должна так ждем теперь надо видите сразу по-русски пин-код надо ввести там сразу выбираешь язык и можно даже русский язык ввести значит внести сумму и вот мой чек пошел пошел вот сюда и вставляем в отверстие где деньги депозит берет там же чек так все он читает подтвердить так забираем карту и забираем чек все следующие подошли конечно можно на машине но у меня машина низкая и мне неудобно с машины я обычно ставлю машину и потом только выхожу и все делаю все едем к мужу раз уж мы заехали сюда вот покажу вам это склад моего мужа все необходимые такие детали которые остаются и просто они заказывают для ремонта для обслуживания взяли нового кладовщика мужчина пенсионер он быстро здесь все навел в порядок а до этого был парень молодой так здесь так не особо чисто все было и моего мужа еще мотоцикл есть он пытается его продать но что-то цену не хочет снижать а покупать за ту цену которую он выставил никто тоже не хочет сейчас здесь такая чистота и красота это вот склад и там еще второе есть помещение мы с вами заехали в магазин home depo и мне нужно такое средство от белок купить чтобы они мои тюльпаны не ели заодно вам покажу как здесь все выглядит здесь несколько входов мы зайдем со стороны растений такая приветливая женщина на входе кассир всегда очень такая ну здесь все такие люди приятные нам нужно внутрь зайти горшки какие видите но они пустые так музыка играет поэтому буду говорить музыку включать видео сделать нельзя это вот комнатное растение так вот здесь вот здесь так здесь вот сорняки уничтожать а нам надо против репеллент называется репеллент видите есть от оленей от кроликов здесь вот есть от белок репеллент репеллент так вот у нас тоже белки animal репеллент animal репеллент но мы сразу такую возьмем чтобы брызгать можно было вот он и кошки вот за этот за 13 попробовать что ли в прошлый раз я брала вот этот за 14 ну что то я не сильно им довольна вот этот попробуем возьмем этот все идем сразу туда к этой милой женщине она она быстрее нас обслужит и мы уже должны ехать в ресторан сегодня я выбрала передумала в веритас не пойдем пойдем в мексиканский ресторан там простое что нибудь закажем покушаем так здесь тоже ничего такого нет что мне надо смотрите какие черные лилия клубника белая продается ну у нас клубнику бесполезно здесь выращивать здесь ее просто съедят она не успеет проклюнуться даже видите пустые лавки потому что у нас еще прохладно потом заполнится это цветочками я машину поставила мою рядом уже муж подъехал на своей машине что так темно ну это вот наш центр города видите там вот картина я про нее рассказывала на стене частные самолеты летают вот здесь такие парковочные места здесь у нас театр мы сейчас будем проходить и мы решили идти сегодня мексиканский ресторан простенький но там хорошо в принципе готовят так мы сейчас наедимся нам у нас времени 40 минут и мы должны быть в нашем клубе играть в карты на стене видите как красиво нарисовано очередь в театр это театр гитаристы какой-то концерт будет это главный вход какая-то премьера вот сюда мы идем лас палмас мексикан ресторан здесь около окошечка мы сейчас сядем там уже кто-то кушает сюда сядем и будем кушать и смотреть на улицу на центральную улицу там музей перед нами и вот на столах такие лежат салфетки просто бумага салфетка вилка ложка нам принесли меню мы уже воду заказали так вот выглядит внутри картины какие-то известные мексиканцы искусственные цветы и вот краски такие чисто мексиканские так я буду заказывать кисадью кисадью я знаю что я хочу кисадью кисадью это такой томат помидорный такой соус остренький очень вкусный и what is this chips corn chips это кукурузные чипсы очень популярные так ну вот я по картинкам то смотрю что бы я хотела кисадью миланеза что-то такое я хочу сильно не знаю что он фаджита это острая фаджита я не хочу ладно буду сейчас что-нибудь выбирать потом покажу что закажем пока мы ждем наш заказ едим чипсы сейчас нам принесут новую порцию Peter I forgot again what is the name of this salsa я вам хочу показать вот за соседним столиком сидит абсолютно не богатая семья муж жена довольно молодые люди четверо детишек четверо тоже ждут свой заказ а вот там люди стоят около кассы за спиной питера а вот девушка вышла очень многие просто заказывают иногда по телефону потом приезжают забирают заказ едут домой дома ужинают все готовое потому что цены здесь конечно вообще смешные можно сказать ребята у питера такой вкусный салат он горячий салат представляете горячий очень вкусный я попробовала а у меня горячая курочка на салазе салат сам холодный а курица вот это она горячая так что мы быстренько быстренько кушаем и едем обратно туда домой играть в карты и вот мы заплатили там поезд едет трубит 21 доллар 45 центов за наше блюдо все муж расписывается оплачивает и оставляет 5 долларов это как они называются эти чаевые я возьму конфетку thank you very much все все прохладно на улице мама мия вон там поезд едет товарники здесь ходят у нас о thank you муж еще одну конфетку взял все идем к машине и едем домой играть в карты если заряд мне хватит батарея у меня что-то садится я вроде заряжала заряжала покажу вам людей с которыми мы играем вот зима у нас сегодня 7 февраля видите муж как одет у него правда курточка есть в машине мне так аж холодно пойду сейчас что-нибудь потеплее надену вот моя машина все садимся поехали домой опс темно как сделать посветлее а светлее не делается ну вот мы поставили на стоянку нашу машину и вот по такой хорошей дорожке подходим к ресторану кантри клаб там идет с правой стороны ресторан с правой же стороны бар большое помещение и люди вот по пятницам там вообще много людей бывает с пяти до шести там бесплатные я даже не знаю как сказать как сказать вот это name of this free food ну как счастливые happy hour happy hour один час это вот окно ресторана а рядышком это окно уже бар и сегодня до шести часов с пяти до шести был вот этот счастливый час когда ну какие-то закуски такие бесплатные люди приходят покупают выпивку себе пиво там много еще людей сидит здесь у нас центральный вход вот идет Кэрол мы с ней играем тоже бабушке восемьдесят лет очень хорошая женщина добрая помогает всегда и хорошие люди здесь это главный вход скамеечка так как сделать теперь потемнее вот справа был ресторан а мы сюда заходим вот здесь сейчас темно и обычно здесь ну когда свет горит здесь так очень классное помещение здесь свадьбы проводят всякие встречи проводят здесь рояль даже есть столы и стулья здесь расставляют все так классно вот игрок наш один hello i make a video it's ok video for my friends i have very nice friends he's here he's here he's still coming through he washed his hand i'm getting a glass of wine l i make a video for my friends russian people ok about people with whom i play bridge about everybody and i told you the oldest guy how old are you how old are you can you tell this i'm only 90 ok yes great great this for russian people this is very unusual like this age it's alright to tell men's age don't tell Ann's age ok 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 so 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 we 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 so we 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 hello Schlare такие вот все приятные люди ну что вот мы 9 30 вечера мы вернулись после игры в бридж домой сейчас выпустим нашего собакена он зашел на второй этаж спустить вниз на улице 0 градусов есть есть проверили нам отремонтировали для полива воды была сломана там одна штукенция сейчас пойдем собаку заберем спустим собаку время вот вам покажу ложится ждет ждет тихо тихо мой хороший тихо возьму вот так поднимаем скажи всем привет привет потому что он еще подняться поднимается ему легче а спускаться лениться может спуститься но лениться него проблема задними лапками хороший едок очень хорошо есть собака кастрированная собака беззубая передние зубы удалены какая-то была инфекция пошли к ветеринару и четыре зуба передних нижних ему удалили так ну вот по поводу бриджа бриджа мы сыграли ну вот первые три человека кто имеет лучший счет выигрывают денежки по моему там 4 доллара 22 75 и доллар 25 как-то так распределяется вот те кто два человека имеет самый-самый плохой счет меньше всего очков кто набрал там во время игры когда мы играем если контракт как бы не выполняет партнеры то если они уходят вот например заявили контракт какой-то например ну к примеру до 3 но 3 без козыря да и сыграли например только один без козыря то есть они проиграли нам 2 до 2 очка вот две монетки пенни каждый должен положить коробочкой вот в конце в конце игры проигравшие два человека все пени которые во время игры были собраны делится пополам им вручается вот мы не получили сегодня не доллары выигрышные не пение так товарищ товарищ давай вот хочет от меня вкусняшку я ему ничего не дам что ты хочешь что ты хочешь вкусняшку хочет видите как облизывает мои пальцы дай лапу дай лапу тренирую его но он очень умный не хочет давать лапу ну все мы раздеваемся ложимся спать всем огромное спасибо за просмотр видео подписывайтесь пишите свои комментарии понравилось вам видео или нет делать мне такие блоги как сегодня или нет и смотрите другие мои видео все всех целую обнимаю пока а и